Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Виталий Балов, политический консультант, директор агентства моделирования ситуации. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о войне, которая закончится к лету. Об этом говорят уже и США, и Китай. Китай, на чьей стороне теперь? И что светит России? Распад или новая диктатура? Об этом мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это блиц интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот следующий вопрос. Как воспринимать заявление США, что США не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием? Ну, на самом деле, это публичное заявление правильное, но буквально неделю, чуть больше тому назад, уже была информация от МАГАТЭШ, что Иран обогател уран на 84%. То есть 6% не хватает до 90%, чтобы уже изготовлять ядерное оружие. Да, израильцы с этой точки зрения очень себя чувствуют не-не-не, уютно. И уже есть какие-то заявления даже, говорят о том, что могут быть какие-то превентивные удары по тем объектам, которые могут обогащать уран. Но мы понимаем, что, скорее всего, Россия помогала Ирану в этих технологиях взамен на поставки вот этих дронов. Там речь идет о возможных поставках баллистических ракет, да, иранских. Поэтому, как бы мы ни хотели, но ситуация в любом случае, даже с Ираном, да, даже с заявлением США, все равно она возвращается к Украине, к войне в Украине. Минус Иран. Это минус союзник для России? Или Иран все-таки не минусует, а минусует исключительно объекты, которые могут производить ядерное оружие? Нет, Иран реально союзник. Реально союзник, как и Северная Корея. То есть это реально союзник, как мы их можем назвать союзник. Если о других странах, Китае, Индии, мы можем говорить о каком-то там нейтралитете положительном, нейтралитете негативном, да, по отношению к Украине и к войне в Украине, то если говорить о Иране, и Северная Корея, с моей точки зрения, это реальные союзники, которые так или иначе, но они реально помогают России в войне против Украины. Европа готова к поражению Российской Федерации и возможным последствиям? К поражению, да. Но поражение, как бы, может быть существенным или, как бы, таким, ну, формальным. Я думаю, не больше к формальному. То есть они все равно хотят торговать, об этом говорил и Макрон, хотя он буквально недавно. Признал, что он, как бы, был наивен, да, полагая, что он сможет как-то, да, уговорить Путина, ну, не начинать войну. Но, тем не менее, вот Франция, Германия, они все-таки, тем не менее, та же Австрия, по большому счету, ну, о Венгрии мы не говорим, они, тем не менее, они хотят торговать и, как бы, иметь какие-то отношения с Россией. Хорошо, давайте перейдем теперь к вопросам, которые нас интересовали последнюю неделю. Вот, наверное, самое, вот такое важное, может быть, самое важное заявление, это война закончится до лета. В США и Китае говорят, что война закончится полностью или в какой-то мере до лета. Почему они в этом так уверены? Почему делают такие заявления? Ну, война, любая война, она заканчивается мирным договором. Мир имеет, как бы, два лица. Это капитуляцию и победу. Я думаю, что Украине мир должен иметь лицо победы. В данном случае, когда идут такие заявления об окончании войны, ну, скорее всего, речь идет о, как бы, так сказал, попытке, ну, договориться с Украиной, ну, в данном случае мы говорим об украинской власти, сесть за стол переговоров. Будут ли те условия, которые президент Владимир Зеленский, да, вот этих 10 пунктов, да, шагов, то есть речь, как бы, идет о границах 1991 года, да, как бы, главным условием этих переговоров, в этом случае, да, тогда возможно садиться за стол переговоров. Если этого не будет, то, по большому счету, мы можем говорить о том, что уже такое будет легкое, как бы, давление, да, на украинскую власть, да, на Украину, сесть за стол переговоров. Поэтому, я думаю, это, ну, пока, как бы, такие пробные шары, да, есть в дипломатии такое выражение пробный шар, да, то есть, как бы, смотрят на реакцию, сделали заявление. 12 пунктов Китая о мире, это, в принципе, 12 пунктов ни о чем, по большому счету. И Украине надо, вот эти 10 пунктов, которые озвучены, была проголосована резолюция, да, Генеральной Ассамблеи и ООН, я думаю, именно на этом надо стоять. Если в таких условиях, как бы, будут предложены мирные переговоры, тогда, да, надо садиться и подписывать. Я говорил, и начиная с 2014 года, после аннексии Крыма, Украина не может подписать мирный договор с Россией, если не будет в этом договоре Крым. Потому что любое подписание мирного договора без Крыма, это фактически легитимизация Украины, да, вот аннексии Крым. То есть, за скобки выносить Крым ни в коем случае нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя садиться и подписывать какой-то мирный договор, если там не будет освобождения Крыма. Китай сможет слить Россию, договорившись с США о чем-то выгодном Китаю? Ну, Китай преследует свои, безусловно, интересы. Буквально вчера, там, ну, практически, да, вот на днях, вот, в третий раз все китайские народные собрания избрали Син Цзипиня президентом. Он с 2013 года уже, как бы, да, президент. У них сейчас непростые отношения с Соединенными Штатами Америки. Мы помним, да, был отменен визит госсекретаря Блинкина в связи с этими, как бы, шарами, да, воздушными. В конце концов, потом выяснилось, что они все-таки не были шпионами. Вот. И в этой ситуации Син Цзипинь все-таки поменял внешнюю политику от закрытости, как бы, от открытости. Он очень заинтересован в Европейском Союзе, как торговом партнере, так и США. Но в любом случае, с моей точки зрения, он вряд ли сольет Россию, потому что ему все равно нужен, как бы, да, вот противовес. До того момента, пока условно не будет в мире такого треугольника, да, вот США, Китай, Европейский Союз, до того момента, как бы, Китай будет играть еще эту роль, дабы усилить свои позиции. Он будет, безусловно, использовать в этой игре России. А какие условия должны сложиться, чтобы сложился вот такой треугольник? Ну, все к этому и идет. Я думаю, после поражения России к этому все и придет. То есть Россия, которая, как бы, считалась сверхдержавой, да, так, фактически это была такая, ну, мыльная, как бы, пузырь, да, который такой надутый, да, это, как бы, фантом бывшего Советского Союза. Вот, как бы, раньше вообще-то было биполярный, да, вот мир, были Соединенные Штаты, да, и был Советский Союз. Потом он стал биполярным, потом однополярным, да, и Китай сейчас претендует, как бы, да, вот на позицию, вот, как бы, в этом треугольнике. Потому как Европейский Союз именно из-за войны, кстати, в Украине, он очень, как бы, собрался. Я думаю, там будут, идут какие-то переосмысления, как бы, роли Европейского Союза. Вот тот же Макрон буквально, там, недавно заявлял, что Франция со своим ядерным оружием должна играть большую роль, как бы, в безопасности, и не только Европейского континента, но, в первую очередь, как бы, Европейского континента. Ну, и не надо забывать еще, как бы, Великобритания, да, она не в Европейском Союзе, но, тем не менее, это Европа. Поэтому в этом случае поражение России, конечно, приведет к тому, что она уже не будет в этом ряду, как бы, да, вот, как бы, организация Европейский Союз, Китай, Соединенные Штаты. Они где-то, наверное, это понимают подспудно, поэтому, как бы, и нервничают. Я имею в виду Россию. Смотрите, недавно состоялось такое вот совещание, да, и потом оглашение новости о том, что военные учения России с Лаосом и Монголией произойдут. Это может быть ширмой для получения оружия из Китая? Вполне возможно, вполне возможно, и, наверное, не только из Китая. То есть бывшие, как бы, страны того же Индокитая, да, та же Монголия, да, они в свое время, как бы, имели, да, поставки вооружения Советского Союза. Я лично не знаю, это военных экспертов надо спрашивать, какие там могут быть запасы этого оружия. Но я думаю, они там есть, я не буду пытаться. Они, как будто, как пылесос сейчас, безусловно, будут собирать все по миру, по возможности, если у них это получится, для своих, как бы, для своего оружия. Вот эти боепропасы, безусловно, им нужны. У них сейчас дефицит, об этом говорят все военные эксперты. Лаос и Монголия получат за это какие-то санкции, если вдруг это докажут? Ну, я думаю, что они будут очень осторожны в этом плане, потому что, ну, надо понимать, как бы, да, разведсообщества западных стран, ну, в первую очередь, США, я думаю, и тот же Британия, и не только, они, как бы, очень внимательно будут за этим следить, и, ну, все на самом деле, как бы, может быть. Но, если говорить о Монголии, то, я думаю, они будут всем раздумать, да, или как там, всем раз мерить, чем один раз отрезать. Давайте поговорим на следующем. Что свидет Россия, все-таки распад или новая диктатура? Есть три варианта, которые сейчас все говорят. Это Путин остается у власти, остается диктатура, да, развал России, когда все меняется, и передача власти, и там непонятно, и диктатура, или частичная диктатура. Вот вы как считаете, из этих трех вариантов, какой самый возможный на данном этапе, и что из-за этого произойдет, какая Россия будет? Мы исходим, я исхожу и предлагаю вам, как бы, из простого, как бы, да, посылом. Если мы смотрим на историю Российской империи, да, вот, России, СССР, без единоначалия Россия не может существовать в нынешнем формате. То есть это диктатура. Только демократическая, как бы, власть приходит, мы все понимаем, что будет распад Российской Федерации. Ну, условно говоря, будет самоопределение. Последний, самый яркий пример, это Борис Ельцин, да, он же был инициатором распада Советского Союза. Демократический, фактически, да, руководитель. Это практически вело дальше к распаду Российской Федерации, и вот ФСБшное Крыло все-таки пришло к власти для того, чтобы установить диктатуру и остановить вот эти центробежные, да, вот, процессы. Поэтому мы должны понимать, диктатура распада не будет, по крайней мере, будет очень большое сопротивление, то есть может быть даже, там, гражданские какие-то конфликты, война. Демократическая власть, она в любом случае приведет к тому, что будет самоопределение республики, и смысл, как бы, да, выдержать в узде все эти большие территории, но не будет никакого. Поэтому, с моей точки зрения, все очень просто. Победа Украины, она действительно может привести, на самом деле, к двум сценариям. Или установление новой диктатуры, которые будут все время хотеть реванша, если победа будет неполной, то есть надо-то нам будет строить и дальше супер, да, вот, армию высокотехнологическую, да, экономику, безусловно, поднимать и всегда быть готовы, условно, как Израиль, да, вот, в войне с Российской Федерацией. Потому что, если придет диктатура, они будут всегда хотеть, всегда реванш. Если придут демократы, тогда вот нам будет проще, потому что распад и, как бы, да, выход республики из Российской Федерации, они, как бы, вот эти процессы какого-то реванша, опять какого-то захвата, я думаю, не будут. Как минимум на первых пунктах, да, вот повестки дня, существование, условно говоря, правительства в центре в Москве. А если передача власти, возможно, так, что будет какая-то мягкая диктатура? Ну, то есть, для того чтобы... Мягкая диктатура не бывает. Это все в свое время, как говорили о монархии, просвещенная монархия. Ну, король мог, я говорю сейчас о Франции, в любой момент сказать и любого на гильотину. Мог просветить в любой момент, да, король? Да, конечно. Говорят, смотрите, ходят слухи, точнее, да, что Путина подталкивают к уходу. Намекают в Кремле, вроде как бы он обещал передать власть, власть не передает. Как считаете, вообще возможно такое, что вот Путину кто-то сейчас может в чем-то указывать? Я думаю, Путин власть не передаст. Во времена, когда он был премьер-министром, когда он Медведева, как бы, да, вместо себя преемником сделал, он очень нервничал, потому что ему жужжали на ухо и Медведеву жужжали на ухо, что вот Медведеву жужжали, ну что ты, ну давай, как бы, разберемся, там, другая, как бы, да, группа. А там мы жужжали, а у Медведева жужжут на ухо, потому что могут с нами разобраться. Я думаю, он больше таких экспериментов делать не будет, и последующие его действия показывают, там, изменение Конституции, обнуление, как бы, да, вот его срока. Это демонстрирует, что он, как бы, ну, нет у него ни малейшего желания опять, как бы, говорить о каком-то преемнике. Пока он жив. Хорошо, если у него нет желания. Есть ли у кого-то в Кремле желание, чтобы у Путина появилось желание? Ну, это может быть только переворот, что, в принципе, и случалось, да, вот, в истории Российской империи, и не только империи, существование Советского Союза, мы помним, да, Сталин, мы помним Хрущев, мы помним, как бы, тот же Горбачев, как пришел перестройка, потом попытка Путча 91-го года, то есть есть, есть, как бы, да, вот определенная история решения таких вопросов, так сказать, о смене власти. Будет ли она в отношении Путина? Ну, нам бы, наверное, хотелось. Это быстрее, скорее всего, закончило бы войну. Но, опять же, в зависимости, кто придет к власти, могут прийти гораздо хужее, я бы так сказал, не хуже, а хужее Путина, и более, как бы, да, настроены на вот решение войне вопросов, включая, там, применение того же тактического ядерного оружия. Поэтому это все, на самом деле, ну, с моей точки зрения, ну, для нас не выход. Нам надо, нам нужна победа, нам нельзя рассчитывать на переворот или, там, какие-то восстания. Внутри России, я иногда слышу, там, там, хорошие русские, как бы, да, вот вещают у нас тут на телевидении, да, в информационном пространстве Украины что-то там рассказывают, что-то призывают. Это не решит проблему Украины. Существование агрессора соседа. Только победа, причем серьезная победа, которая бы на десятилетия, как минимум, не дала возможность России, ну, восстановить свои силы для того, чтобы попытаться опять развязать войну в Украине, но потом, как бы, за эти десятилетия, я думаю, что мы решим вопрос, там, без НАТО, коллективной безопасности, и, возможно, какой-то другой региональной структурой безопасности в Европе, которые уже не позволят этого делать. То есть, по большому счету, с моей точки зрения, ну, когда мы очень много говорим о смене власти в России, мы выглядим, ну, как по мне, немножко наивными, думая, что это решит проблему сосуществования с агрессором. От этого агрессия никуда не денется, до тех пор, пока более 50%, сейчас мы говорим о 70-80%, не навидят украинцев и Украину, и говорят, что такого государства быть не должно. Кто бы ни пришел к власти, он вынужден будет считаться с этим мнением, который более 20 лет, да, вот, пропаганда работала над этим. Давайте перейдем к следующему персонажу. Кадыров болен или отравили? Вот появилась его фотография, там, где его немножко пчелы покусали или раздуло, непонятно. По вашему мнению, стоит верить в то, что он болен или в версию того, что его отравили? Ну, вы понимаете, в России, на самом деле, могут быть любые, как бы, процессы, которые происходят и которые могут иметь, как бы, ну, вроде бы правдивый характер, на самом деле, и нет. Хотя, если вспомнить, еще совсем, ну, условно, недавно, Кадыров говорил, что он, ну, будет в будущем, как бы, уходить с своего поста, да, он об этом, как бы, уже заявлял, там, заниматься какими-то другими делами. Поэтому я не исключаю, что это он сейчас смотрит, как это реагирует на его сцену. Не зря он сцену отправил, да, вот, в Кремль, навстречу Путину. Ну, то есть, сможет ли он оставить после себя преемника в этом случае? Это один такой вариант, этого не исключаю. И, возможно, действительно, он очень много говорил публично, ну, как бы, неприятных слов в отношении генерала, включая генералов спецслужб. Поэтому и вариант условного отравления такой нельзя исключать. То есть, если предположить, что Путин приказал отравить Кадырова, это означает, что появились какие-то процессы, которые не нравятся власти в Москве. Возможно, Кадыров хотелся слишком независимым от Москвы, при этом получать бабки оттуда же. Не обязательно он дал приказ. Это делается, ну, немножко по-другому. Те люди, которым, ну, наиболее сейчас, как бы, условно доверяет Путин, они вот там делали какой-то доклад и, как бы, сказали, вот, вот, надо бы что-то с ним делать. Он мог просто промолчать. И они-то поняли, что... Молчание – это знак согласия, да? Да, то есть, можно действовать. К чему приведет устранение Кадырова? Ну, я думаю, что если есть преемник, да, если, условно говоря, вот, там, сын, то есть, ну, сын, вроде бы, легче будет договариваться. Да, молодой, как бы, да, неопытный. То есть, можно, как бы, будет, условно говоря, там, даже представить какого-то там генерала или кого-то там, куратора возле него. То есть, это, как бы, проще. Потому что, действительно, Кадыров, он начал вести очень такую независимую политику. То есть, пошли разговоры о том, что Чечня может быть, там, первым государством, да, который, там, отсоединится в случае поражения, да, вот, Российской Федерации, вот, войне в Украине. То есть, я думаю, что такие превентивные меры могли быть приняты, могли быть приняты. Но, опять же, я, ну, в данном случае, не имея стопроцентной информации, вот, для того, чтобы смоделировать и получить хороший результат, должна быть достоверная информация. Даже если чуть-чуть, там, она недостоверна, результат будет неправильный. Поэтому, в данном случае, по поводу отравления, он мог, на самом деле, что-то не съесть, не то. Это могли быть какие-то представители, как бы, внутри, да, Чечни, которые, как бы, говорят, что мы обязательно вернемся, да, мы его оттуда уберем, да. Они могли это сделать, то есть, ФСБ вообще может быть, или спецслужбы никакого отношения к этому не имеют. То есть, это уже внутренние пошли какие-то, да, вот, действия, потому что они видят, Украина воюет, да, она идет к победе. Есть чеченцы, которые воюют на стороне Украины, есть большая диаспора за рубежом чеченская, есть она не бедная, да. То есть, я не исключаю, что это могли быть и внутри Чечни уже начались какие-то такие процессы. Такого, этого тоже нельзя исключать. Давайте поговорим о процессах, которые уже точно начались, то, что происходит в Грузии. Чем чревато это, вот, сначала для самой Грузии, давайте разберемся. Ну, для самой Грузии это чревато тем, что у Грузии появляется шанс, появляется шанс все-таки, ну, защитить свой выбор, который был сделать во время президентства, да, вот, Михаила Саакашвили, я имею в виду путь Евросоюз, да, и НАТО. Потому что, по большому счету, вот этот закон, который был проголосован в первом чтении и на агентах, это фактически, ну, как говорят в самой Грузии, маски были сорваны. Вот это вот чисто вот пророссийское, как бы, да, правительство. Там они, они даже, грузины, на стенах парламента начали, так, вывешивать портреты, ну, там, изображая своих, так, руководителей, да, там, в виде, как бы, да, вот, свиней, но галстуки у них были в цвета, вот, да, флага Российской Федерации. И в этом отношении, ну, с моей точки зрения, в оппозиции появился шанс. И они пока, как по мне, действуют правильно. То есть, несмотря на то, что, как бы, сначала было заявление, только после того, как президент Саламе Азербишвили в Нью-Йорке срочно созвала, когда сделала обращение, сказала, она витирует этот закон, она поддержала демонстрантов. Это было в самом начале, когда сразу в день принятия, да, в первом чтении, они делали шаг назад, они заявили, да, мы там, пусть Венецианская комиссия сделает какое-то заключение, потом они говорят, сейчас вроде бы отозвем, есть заявление, что юридически это уже невозможно, потому что если первое чтение есть, то уже отзывать нельзя. То есть, начались какие-то процессы, но оппозиция не вся, правда. Я думаю, это будет плохо, если не вся оппозиция заявила, что все равно протесты будут, и они правильно сделали, там, через день, когда вышли уже с политическими заявлениями. Буквально в тот же день я комментировал, говорил, с моей точки зрения, я себя консультировал оппозиции, я бы им сказал, целью поставить досрочные выборы, потому что у них появляется шанс победить, наконец, на этих выборах. Ну, я не знаю, там, каким образом, но они сами, наверное, додумались и понимают, что это шанс. Они говорят не только о ставке правительства, да, которая инициировала этот законопроект, условно говоря, хотя это сделали через, там, силу народу, но это те депутаты из грузинской мечты. Они все-таки пошли и сейчас выдумали мнение досрочных выборов. У них почему может получиться? Потому что впервые, вот с 2020 года, когда начались серьезные события, да, и когда депутаты, вновь избранные оппозиции, отказались заходить в парламент, то есть брать мандат, тогда Европейский Союз, ну, фактически посадил за стол переговоров, грузинскую мечту, да, вот правящую партию и оппозицию, и, в принципе, они договорились. То есть до этой недели фактически и практически действующая грузинская власть, она не вступала в конфронтацию с Западом. А вот этот закон, это стало водоразделом. То есть если раньше, когда оппозиция что-то выступала и пыталась, как бы, да, как бы показать, им говорили, так, ну, власть же тоже движется в Европейский Союз, они подают заявки, да, они хотят вступить в НАТО, то есть, ну, в принципе, нету каких-то противоречий. Когда уже сейчас стало ясно, что эта власть реально пророссийская, фактически закрывает путь Грузии в Европейский Союз, вначале задали вопрос, что для Грузии. Для Грузии это шанс опять стать и реально двигаться в направлении. Неформально на словах. И тут уже Запад будет, с моей точки зрения, не будет защищать или пытаться, как бы, посадить за стол переговоров оппозицию и действующую власть. Я думаю, он может поддержать вот это требование досрочных выборов, как выход из политического кризиса. И это выгодно для оппозиции. У них появляется шанс. Чем для Путина чреваты перевыборы в Грузии? Или, ну, прошли и прошли? Нет, для Путина это будет очень большое поражение. Они будут пытаться все сделать, чтобы этого не случилось. Не зря уже, как бы, да, в информационном пространстве на ток-шоу уже начали говорить о Грузии. То есть, какими-то там, мы уже были в Белисии, мы можем быть там, это не Одесса, это не Крым. То есть, ну, типа, зайдем, и никаких проблем не будет. Поэтому, безусловно, это очень для них чувствительно. И они будут пытаться все сделать для того, чтобы этого не случилось. Я имею в виду, чтобы не отстранили от власти грузинскую вот эту мечту. Ну, безусловно, мы говорим сейчас о Бедзине Иванишвили. Чтобы он не был отстранен от власти. Если его пытаются отстранить от власти в России, есть чем войти в Грузию? Ну, по идее, они могут, безусловно, войти в Грузию. Ну, в данном случае, я думаю, это будет такая, ну, кратковременная, как бы, да, достижение какая-то, условно говоря, победа, я скажу так. Потому что это уже, ну, будет в квадрате, да, вот, антипутинская оппозиция в мире, да, в отношении, как бы, против России. И вот это уже может стать, реально, ну, изменением, ну, некоторых стран своего решения, что победа, как бы, да, Россия должна проиграть, ну, как бы, так, частично. В данном случае, я думаю, это может стать, как бы, вот таким катализатором, для того, чтобы не поменяли решение и говорили о полном, как бы, поражении от Российской Федерации. Я не знаю, думают ли об этом в России, но, в принципе, исключать ничего нельзя, тем более 20% территории, как бы, да, они оккупированы, не могут сейчас, условно, присоединить, там, Осетию, Абхазию к России, то есть какие-то такие, начать действия. Ну, реально мы видим, то есть процессы, ну, которые, как бы, стали результатом или последствиями вот этой широкомасштабной агрессии России против Украины, они на пространстве, скажем так, бывшего Советского Союза развиваются очень быстро. Очень быстро. И, фактически, все пытаются сейчас, как бы, подальше отойти от России. Россия это не нравится, она будет пытаться этому мешать. И в каком виде или какими способами НАТО будет делать, мы посмотрим. Но я не исключаю какие-то военные, возможные какие-то действия. Кто-то заступится за Грузию? Ну, Грузия не самый лучший, скажем так, вариант, как и в Армении. Если за Азербайджан заступится Турция, то за Казахстан Китай, ну, вот эту Среднюю Азию, там, Китай, как бы, у них есть свои интересы. Ну, вот Грузия, она, да, она своей, как бы, политикой, с моей точки зрения, она, ну, осталась, как бы, практически один на один с Россией. Тем более, учитывая их позицию, я имею в виду власти по отношению, так, к войне в Украине. То есть, это, безусловно, не дает, как бы, больших перспектив в отношении каких-то, там, серьезных действий в отношении. Да, будет, скажем так, обеспокоенность, осуждение и так далее, и тому подобное. Ну, на первом этапе. А так, чтобы кто-то, как вот раньше, когда там и военносец зашел, да, американский, когда американские транспортные, как бы, да, самолеты начали приземляться в аэропорту в Тбилиси, то есть, демонстрирую, попробуйте зайти. Ну, там, другие некоторые финансовые моменты, которых мало кто знает, когда заблокировали некоторые счета некоторых, скажем так, людей в России, потом за эти деньги, да, Грузия восстанавливалась. Я не думаю, что сейчас это буду делать. Тяжело будет Грузии, но надеемся прорвутся. Давайте теперь ответим на второй близ от наших зрителей в конце нашего интервью. И вот следующий вопрос. Может быть, наивный, не знаю, но интересный. Путин ненавидит или боится Украину? Я думаю, вначале он ненавидел. Он ненавидел. Сейчас, я думаю, он и ненавидит, и боится. То есть, реально боится? Я думаю, да. Потому что, ну, как бы мы о нем ни говорили, он все-таки же не дурак. И я думаю, что он реально, ну, если даже не публично, да, но даже на подсознательном уровне он понимает, что Украина – это реально сейчас угроза не России, а ему, его власти, пребывания при власти, в принципе, по большому счету, наверное, и жизнь. Потому что он понимает, что если Украина побеждает, то его будущее, ну, мягко говоря, очень туманно. Я не знаю, что должно быть. Мы с вами, по-моему, уже говорили на эту тему. Могли бы быть даны какие-то гарантии Путину, да, для того, чтобы потом как-то там он так, условно говоря, пошел на какие-то, не то чтобы уступки, как бы принял те условия, которые ему додают. Поэтому я думаю, что вот инстинкт самосохранения, он, безусловно, для него сейчас номер один в его действиях, в его решениях. И результат этого инстинкта, как бы, самосохранения, вот стало вот успешное, как бы, да, вот не просто, ну, то, что Украина как бы бороняется, а перспективы именно победы Украины. И это для него, это мое субъективное мнение. Я думаю, не зря его называют там бункерным дедом, да, что он постоянно где-то скрывается. Это тоже, это показатель такой, ну, визуальный, что человек реально боится. Ну да, и стол этот многометровый. Стол, и все, и все, и все. То есть это как бы демонстрация визуального что-то есть, а внутри, наверное, там творится, ну, очень, наверное, непростые процессы. То есть он как бы был, ну, условно говоря, там, чуть ли не второй человек в мире, да, все с ним считались. А тут в один момент, ну, как, не в один, конечно, момент, но в течение вот этих месяцев этого года фактически он стал никто в мировой политике. А какое отношение у Путина к Зеленскому? Тоже боится? Ну, я думаю, вот как раз лютая ненависть. Лютая ненависть. И разочарование. Потому что он же как его называл, там, да, там, клоуны, наркоманы, там пусть генералы идут, берут власть, мы с ними договорятся, а он, а тут вышло все как бы наоборот. Поэтому я думаю, это такая досада, такая, ну, самоседающая Путина, да, вот такая ненависть. Ну, все вместе, наверное, там, наверное, я не знаю, это пусть специалисты-психиатры как бы ведут новые определения, что, какие чувства испытывает к Зеленскому Путину. Но, думаю, очень нехорошие. Очень. Крым можно освободить исключительно дипломатией? Или уже поздно? Можно. Если в результате переворота те, кто придут к власти, их, условно говоря, поддержат, чтобы они Крым отдали. Хотя это проблематично. Опять же, возвращаюсь к поддержке в войне с Украиной. Очень большое количество людей поддерживает. Хотя уже есть, ну, по крайней мере, то, что в публичной плоскости можно найти. Есть уже в России достаточно много людей. Я не знаю, какой там процент. Это надо делать, безусловно, какие-то социологические исследования, которые говорят, что зачем нам этот Крым, да, вот. То есть они и так вот, как бы, еще деньги на Крым отдавать, и к этому подобные. Потому что в свое время, да, мало кто, наверное, в России там понимает и знает. Крым-то отдали Украине, чтобы она его спасла. По большому счету. Вот, не имея сухопутного коридора, Россия не могла содержать Крым. И там очень серьезные были, как бы, да, процессы, которые ввели, ну, к нехорошим, да, как бы, будущему Крыму. И поэтому, фактически, Крым, Крым не так, как говорят, подарили. Крым, с моей точки зрения, Украине не то, что навязали, просто дали, как бы, противное задание, вы должны сделать его цветущим, и чтобы все было хорошо. Для Путина потеря Крыма будет, продолжите фразу. Будет катастрофой. Он это никогда не пойдет, с моей точки зрения. Что потеряют сами россияне от поражения в этой войне? Они, ну, потеряют, с моей точки зрения, но, опять же, не сразу. Потеряют вот эту веру, да, вот в царя, да, что он должен все за них решать. И, возможно, появится, опять же, будет автология, возможно, появится возможность, я как это называю, дедебилизации населения. Потому что, с моей точки зрения, в протяжении всего, как бы, правления Путина, пропаганда работала на дебилизацию, да, вот на примитивные какие-то, как бы, вещи, которые должны, как бы, да, вот россиян устраивать. Они знали, есть Путин, это наш, там, супер, там, даже кричат, Путин должен быть, там, президентом всего мира, и так далее, и тому подобное. То есть, это может стать, как бы, началом критического мышления, да, вот той большой массы людей, которые, с моей точки зрения, сейчас абсолютно к этому не готовы. Оно у них отсутствует. Я говорю о критическом мышлении. Я думаю, что все-таки россияне с критическим мышлением есть, но, видимо, из-за того, что там такая диктатура, они просто боятся его проявлять. И надеюсь, что после победы вооруженных сил Украины критическое мышление все-таки воспрянет духом и будет какой-то рушимой силой, как это говорится. Как вы говорите о небольшом, как бы, прослойке населения на сегодняшний момент. Тогда будем надеяться, что она будет увеличиваться, но после победы вооруженных сил Украины. И в этом они могут помочь. Виталий, большое вам спасибо на сегодняшнее интервью. Было очень все четко и интересно. Ждем победы Украины. Слава Украине! Героям слава! Героям слава!